Открылось предприятие год назад и сразу же подверглось испытанию. В результате июньского подтопления 2015 года винзавод сильно пострадал. Тем не менее, взятый курс на возрождение не позволил остановить производство вина. А делают его из натурального виноградного виноматериала, который доставляют в Сочи из Молдовы. Именно там растут те сорта винограда, которые нужны для производства качественного вина. Так как мы технологи виноделы, мы работаем только на качество. И не изменяем традициям технологии виноделия, виноградарства. В лаборатории завода специалисты-микробиологи тщательно следят за готовой продукцией. Акцент сочинские производители делают на натуральность продукта и его высокое качество. Новая итальянская линия розлива, состоящая из нескольких автоматов, выполняющих разные функции, начиная со стерилизации бутылок до их упаковки, позволяет за одну рабочую смену разлить винов в 15 тысяч бутылок. Но при спросе эта цифра может увеличиться в разы. После этого укупоренная бутылка, она уже стерильная, поступает на внешнее оформление. Но до этого происходит бракираж. Бракираж по трем позициям. Это уровень, это наличие посторонних включений и это степень укупорки пробки. Помимо вина, в прошлом году при поддержке администрации Сочи владельцами личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских, а также индивидуальными предпринимателями, произведено более 10 тысяч тонн молока, почти по 2 тысячи тонн мяса и картофеля, а также свыше 22 тысяч тонн овощей и фруктов. Традиционно в лидерах выращивания чая в Сочи заработали и новые предприятия по производству рыбы, колбас, хлебобулочных изделий. Их развитие стало возможным благодаря субсидиям от государства, еще и потому, что курорт в Сочи стал круглогодичным. И спрос со стороны туристов на местную продукцию возрос многократно. Мы город-курорт, где одномоментно размещается 200 тысяч туристов. И, конечно, в нашем городе продовольственная безопасность должна быть. То есть мы хотя бы на сутки должны иметь свою собственную продукцию. И, конечно, у наших товаропроизводителей есть рынок сбыта, он огромный. Поэтому сам Бог велел нам иметь свое производство. И то, что сейчас происходит, это, конечно, очень хорошее начало. Объем средств по программам поддержки сельского хозяйства за последние три года составил свыше 55 миллионов рублей, в том числе 18 миллионов средств краевого бюджета. И как итог такой поддержки государства, партии «Единой России» и местных властей, рост объемов производства в отрасли. Крупными и средними сочинскими предприятиями только за год произведено продукцию на сумму свыше 719 миллионов рублей. И в дальнейшем развитие на побережье собственных производств продолжится, поскольку, по оценке экспертов, уже и зимний сезон в Сочи обещает быть жарким. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.